Продолжение следует... Именно намерение над любым материальным действием, которое мы совершаем, она создаёт духовный результат, строит духовный результат. Поэтому, ну, скажем, я делаю трапезу для товарищей, накрываю стол или готовлю их какой-то конференции виртуальной между нами, или ещё что-нибудь, я всё время должен. И главным образом я должен всё время быть в том, для чего я делаю, что я делаю, что я хочу, чтобы это дало каждому и всем вместе. Главное — это намерение всё время жевать, пережевывать её всё больше и больше, и в сердце чувствовать, насколько я в этом нахожусь. А внешние действия мы увидим, что они постепенно исчезают. Творец приближает наш материальный мир к состоянию, когда он всё время всё больше исчезает и входит в духовное всё больше и больше. Это и в наших материальных работах, в семьях, с детьми, между нами, в связи между нами. Всё это постепенно, мы ещё не очень-то это чувствуем, но это испаряется. Это становится, скажем, как в технике. Когда-то были огромные машины, механизмы. Сегодня, я помню, мой первый компьютер, это была коробка, ещё несколько коробок на полу. И был такой длинный экран, да, и там светила лампа. И ты смотрел через экран на эту лампу всё время. Просто глаза болели и так далее, и так далее. Посмотрите, какие телефоны-то были, а? Я помню телефоны, которые нужно было крутить там динамо-машину, для того, чтобы там было электричество, и тогда связываться. И всё становится более утончённым, исчезающим. То есть мы не находимся в материи. Мы не находимся в материальном. Мы сейчас находимся в духовном. Но духовном таком, которое постепенно поднимается по уровням. И тогда то, что мы чувствуем, мы чувствуем всё меньше и меньше материю. И так поэтому, или в нашей работе, в связях между нами. Ладно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok